Николай Григорьевич Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, приветствуем вас. Приветствую вас, слава Украине. Героям слава. Ну вот мы каждый день отслеживаем успехи украинской армии на разных направлениях. Харьковское, Донецкое, Херсонское направления. Луганское направление. Луганское направление, о котором Сергей Гайдай сказал в нашем эфире, о том, что начинается освобождение. Ваша оценка наступательной и, как мы сегодня в эфире назвали, освободительной операции украинских сил? Ну, в первую очередь, нужно сказать, что мы продолжаем стратегическую наступательную операцию. То есть она не завершилась именно Харьковским, так сказать, освободительным, так сказать, прорывом. Это как бы начало наших наступательных операций на востоке и на юге. Это комплексные операции, которые четко учитывают именно силы и расстановку сил противника, отсутствие сейчас резервов, возможности, например, применения высокоточной боевой техники противника, как на Луганском направлении, частично на Донецком и, конечно, на Херсонском. Мы видим как раз то, что противник отступает, особенно в районе, уже мы говорим, Лимана, дальше Сватово, Кременной. Это как раз узел, который дает возможность дальше наступать на Лысичанск, северо-Донецк. Это очень важнейшее направление, где мы сейчас системно имеем успех. Точно так же частично мы имеем успех и на Донецком направлении. То, что говорил президент, это и в сторону Славянска, это в сторону Бахмута, это там, где противник имеет очень мощную позицию, но мы все равно продвигаемся даже отвоем в некоторые населенные пункты. Очень важнейшее направление – это, конечно, юг. Юг – это сейчас возможность для проведения дальнейших наступательных операций. Мощной блокировки именно группировки правообережья, особенно в Херсоне, это создает условия окружения. И сейчас мы фактически отрезаем все коммуникации новой силы противника, новые огневые средства, припасы, поставку горючего, одежды, питание. То есть фактически противник остается полностью блокирован. Это предпосылка их окружения и сдача плен. Если рушится еще вот этот Южный фронт, случая уже и Херсон, в данный момент это может быть прорыв большой фронта, это уже освобождение юга и возможно движение направления Крыма. Вот сейчас как раз стратегическое позиционирование, мы идем наступление. Тут дело играет очень большое время, потому что противник пытается перебросить еще более-менее боеспособные части Сибири, Сурала, ну и быстро подготовить вот этих мобилизованных. Они уже бросили неподготовленных, посмотрели, что они сдаются, они в панике, садут общую панику на фронте. Поэтому сейчас именно около 80 научно-учебных центров России готовят вот этих новых мобилизованных к войне. Быстро они это все не подготовят, тем более если мы говорим о реальных действиях, там месяца хотя бы два, и то перспективы не будут. Поэтому в данной ситуации я думаю, что октябрь, ноябрь это для нас очень важны для проведения наступательных операций и освобождения и Луганской области, возможно Донецкой, Херсонской и даже Запорожской области. То есть эти перспективы сегодня у нас намечаются. Но это очень важно, как спланируют наши и Генеральный штаб, Верховное командование и комплексные наступательные операции. Не традиционно подчеркиваю, не просто наступательные операции, это очень мощные модели маневрирования, удары с флангов, с тыла, при диверсионных операциях на территории, оккупированной как раз врагом. И конечно удары дальневойные средства Хаймерсами, М270-ками, это по складам, штабам, коммуникациям, мостам, то что обескролит полностью противника. Это может быть системный успех, но это большая тяжелая работа. Это тяжелая работа, мы действительно уже комментируем по факту. Вот я вспоминаю Луганскую область и Сергей Гайдай, где-то еще месяц тому мы спрашивали, а когда же начнется деоккупация в Донецкой области и в Луганской, так как он представляет, является главой областной военной администрации Луганской именно области. Он говорил, давайте об этом будем говорить, когда процесс уже будет, ну стартанет, не будем забегать наперед, потому что на самом деле это работа военных, а мы будем следить уже за тем, как этот процесс будет развиваться. Поэтому я и благодарю вас, вы тоже сейчас так сказали, действительно, ну мы там обсуждаем успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, украинской армии, но в то же время делаем это сдержанно, для того, чтобы было понимание, что война продолжается, она никуда не девается, да, то есть война продолжается и серьезно очень продолжается. Но также стоит отметить, что за этот месяц вооруженные силы Украины деоккупировали территории намного больше, чем были оккупированы российской армией вот в течение лета, да, то есть это очень важно тоже об этом говорить и это вспоминать. Я правильно вас поняла, господин Маламуша, что вы придерживаетесь этой точки зрения, что вот и как Бен Ходжес, генерал сказал, прогнозируя ход войны с Россией, что он сказал, что уверен, что это все закончится в Крыму. Вы тоже придерживаетесь такой точки зрения? Я точно так же придерживаюсь этой точки зрения, я считаю, есть, конечно, два сценария. Более оптимистично, где мы сейчас проводим операцию, про лет двух-трех месяцев освобождаем Донецкую, Луганскую область, дрогнет, я прямо скажу конкретно, фронт, например, на юге массово, это будет паника посильнее, чем изюм Балакляя, где они бежали, не создавая как бы условия защиты этих городов. То есть они не будут опираться ни в Херсоне, ни, так сказать, Мелитополе, ни в других местах. Нам сейчас прорвать большой фронт, окруживную, особенно группировку в Херсоне, предлагаю, к этому все идет. В этой ситуации, молодой Тимур, не только отступление, а бегство, которое порушит фронт, а уже есть такая модель военная, на плечах мы вам дальше двигаться, включая вход в Крым. Это реально. Это оптимистический сценарий, конечно, он не 100% гарантирован, но большие предпосылки к этому есть. И наши вооруженные силы готовы, имеем высокоточную технику, поступает новейшее вооружение. Сейчас практически все члены НАТО готовят наших военных на своих базах уже по стандартам НАТО с новой вооружением и техникой, которая будет поступать уже сейчас, и по Лен-Лизу. Это то, что создает условия для не только тактических наступлений, а страдийских операций. И еще раз подчеркиваю, вот где может появляться перспектива Крыма. Когда именно начнется массовое бегство, массовая паника, тогда мы их активно, эффективно двигаться дальше на Крым и освобождать Крым уже системно. Это оптимистический сценарий, я думаю, что он также реальный. Хотя могут и другие действия, конечно, подтянуть дополнительные средства до протяжения недели-двух с Сибири, с Урала, затормозить наше наступление. Нам придется более тяжелее отвоевать эти ресурсы и территории. Но в любом случае перспектива будет, но немножко оттянута, возможно, по времени, по зиме, возможно, по весне. Это более такой пассивный сценарий, но он тоже перспективен для вооруженных сил Украины. В принципе, в целом для Российской Федерации перспектив нет. Единственное, что они еще могут использовать какую-то массовую, так сказать, мобилизацию и подтянуть определенные ресурсы за счет оставления позиций в других регионах, за счет перемещения воздельных сирий, которые они сейчас делают, то есть еще затормозить определенные ситуации движения. Но остановить полностью невозможно. Мы уже имеем все силы и средства. Тем более вооружение пятого, уже шестого поколения получаем, которое в России и близко нет. А это перспектива уничтожения и целых подразделений огневых средств, которые они сегодня обстреливают. Даже сегодня с утра мы видели, как обстреливают переделанными ракетами С-300 и города наши, большие областные центры, районные центры, удары по определенным, так сказать, нашим объектам. Это то, что будет уничтожено за счет новейшей техники. Только они начинают нанесить удар на ведение, мы можем проводить контрудары и обесценивать любые огневые средства, которые они сейчас используют массово. Поездил ремарку, неофициально полученная информация, отчет Генерального штаба России, они уже конкретно говорят сегодня о том, что уже дефицит боеприпасов, в первую очередь, снаряду и ракетной, и минометной техники. В первую очередь, то, чем они нас постоянно донимали, и донимают сейчас по войскам, и особенно по Харькову, Запорежью, Николаеву, Днепру, например, или по другим городам. То есть сейчас уже сами признают дефицит. Закрытые отчеты уже указывают на то, что они не имеют перспективы. И наступление, и теперь не могут массово использовать уже против нас эти все грозные, как они говорили, С-300, ураганы, грады, смерчи. Только частично, уже избирательные. Как и «Калибри», так и «Эрскандеры». Да, они еще могут стрелять, но уже все меньше, меньше в них запас. Я думаю, что это будет учитано в ходе уже планированной операции и нанесения мощных ударов. Россия не сможет именно переломить ситуацию системно. Это будет перспектива уже дестабилизации и в военном руководстве России, а затем, соответственно, в военно-политическом руководстве агрессора. Это перспектива полноценской поражения России. Николай Григорьевич, давайте именно присмотримся к руководству России. Дело в том, что из Совета безопасности их Российской Федерации подавляющее большинство его членов – это бывшие работники КГБ. И понятно, что борьбу они ведут не только по одному направлению. Старая школа, диверсионные действия, разрушение инфраструктуры, пропаганда – много направлений. Меня интересует, какие еще они могут, учитывая военное поражение, военные проблемы, какие они еще могут выбрать для себя пути навредить и так далее, и так далее. То есть, например, активное применение дронов сейчас несколько меняет, скажем так, их тактику. Что вы видите в этом направлении? Я вижу, что я вижу безысходность. Они не могут удержать позиции, поэтому исходят как бы последний шанс. Еще обстрелы ракетами, переделами С-300, которые не приспособлены к нанесению наследных ударов. Конечно, это бросить армию условно дронов, которые сейчас исчерпаются. Они считают, что мы не имеем сейчас практики их уничтожения. Сейчас быстро нарабатываем. Мы видим уже из, например, 50% легко уничтожаем, а сегодня уже из 10% уничтожили. То есть, мы системно работаем над уничтожением этих дронов и шахидов, и российских и тому подобное. Поэтому это их не спасет. Хотя, действительно, определенные удары и проблемы у нас возникают, потому что нам, во-первых, нужно и освоить систему противовоздушной обороны и, конечно, активно приспособиться к новым моделям дронов. Сейчас это все нарабатывается. Это только практика 2-3-5 дней, не больше. И сейчас не только зенитно-ракетные возможности, а и наземные огневые средства уже сбивают шахидов. И мы это все легко видим. Они 120 километров идут. Они, соответственно, очень четко дают звуковой сигнал. И мы можем, соответственно, уже огневые средства их поражать. Эта перспектива не спасет Российскую Федерацию. Сейчас они более мощно пытаются, конечно, использовать массовый призыв и массовое задействование и силы средств. Это на убой, но это попытка затормозить как раз движение и показать, что они начинают глобальную войну. Путин сомневается. Начать именно войну уже официально объявить уже вчера пытался, сегодня уже такое идет сомнение. А то кажутся на то, что брожение. Многие военные и представители спецслужб, Советей Безопасности России указывают на то, что начать войну ее не остановить. Это, может быть, глобальная война уже с НАТО. Поэтому это конец России. И поэтому тут уже есть стива, которая готова именно, да, угрожая даже ядерным оружием, но уже идти на переговоры. Неофициально. И официально мы видим, как глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уже в Джакарте указала, что давайте будем договариваться. Давайте встречаться, раз Зеленский не хочет с Путиным, давайте его встречаться на уровне парламентов. Это прямое указание Путина любым способом на Украине. Мы благодарим, что вы это и вспомнили, сегодняшнее фактическое обращение Матвиенко к украинскому парламенту, что давайте вот мы все-таки решим и сядем за стол переговоров, так она сказала. Мы об этом тоже будем говорить. Вам же благодарны за участие в нашем эфире. Николай Григорьевич Маламуш, генерал армии Украины, бывший руководитель службы внешней разведки, был в прямом эфире.